Итак, сегодня, как известно из анонса, я буду говорить про индикатор ADX. Но прежде чем мы перейдем к изучению индикатора... Прежде чем мы перейдем к изучению индикатора, нужно разобраться в двух вещах. В большинстве книг по техническому анализу есть два очень важных правила, которые звучат так. Правило номер один. Тренд твой друг. Следуй за трендом. И правило номер два. Покупай дешево, продавай дорого. Почему-то большинство новичков считают, что эти правила нужно применять совместно. И я не раз встречал, что эти правила пытаются применить сразу же к одной сделке. И выходит так, что сделка в принципе правильней быть не может, если эти правила записаны в торговом плане. Потому что если цена растет, то тогда... Так, сейчас, минуту. Субтитры создавал DimaTorzok 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 хорошо так и так существует два понятия это тренд тренд твой друг и нужно следовать за трендом и понятие покупай дешево продавай дорого эти понятия ни в коем случае нельзя совмещать в одной сделке потому что если мы совмещаем это в одной сделке в одном торговом плане то получается что прибыльной сделки быть не может потому что если допустим идет тренд вверх доложительное время соответственно цена получается дорогая и согласно второму правилу мы не можем покупать потому что на дорогая и тогда у нас терминал дает всего лишь один вариант это продать продать мы тоже не может потому что есть правило номер один которая гласит покупай дешево они которые носить следуя за трендом и получается что эти правила противоречит друг другу и соблюсти полностью нельзя и поэтому нужно всего лишь что чтобы вырваться из этого порочного круга выбрать какое-то одно правило которому мы будем следовать и если это происходит то тогда возможно заключить сделку не нарушив торгового плана и в свое время 70-е годах джордж уэлсон велдер тоже пришел к такому выводу и он сделал выбор пользу торговли по тренду для того чтобы торговать по тренду ему нужно было знать сколько тренд будет еще продолжаться и он наблюдал за рынком и пришел к выводу что тренд сначала зарождается потом достигает эпогеи какой-то своей силы и потом ослабевает и следовательно ему пришла в голову мысль придумать индикатор который определяет силу тренда велдер сразу определил что он будет входить середине тренда потому что соответственно вначале он не может зайти потому что неизвестно будет ли трендом или нет но в середине уже видно что тренд сформировался и поэтому и хоть это более поздний вход но зато с большей уверенностью можно брать прибыль и сидеть в сделке и для этого он как раз таки придумал индикатор adx о котором сегодня и пойдет речь так сейчас я включу терминал пара евро доллар чтобы запустить так сейчас окошко побольше сделала чтобы было видно куда я нажимаю и так чтобы индикатор запустить нужно нажать вставка индикаторы и вот он adx открываем но у меня уже установленные уровни которые классическими являются 0 20 40 60 и 80 я взял белым цветом чтобы хорошо было видно на черный и существует еще две линии это плюс я и минус яй вообще эти линии придуманы для того чтобы для того чтобы определять начало тренда но по опыту я убедился в том что определение очень часто дает сбой и в общем не хорошо совсем они работают очень сильно сбиваются возможно на фондовый рынке на котором торгового торговал в элдер это и было бы удачным решением но сейчас на форекс и это не работает вот но если будет интересно и я в конце попросите я на расскажу кому будет интересно подробно об этих двух линиях как их используют но сейчас мы продолжим вот основные параметры данного индикатора это период период 14 был установлен самим автором он считал это очень важным полупериодом использовал именно 14 наверное потому что две рабочих недели на если есть желание можно собственно и настроить под себя хорошо разбираетесь можно настроить также в классике используется определение индикатором по ценам закрытия потому что на фондовой бирже есть такое такая поговорка открывает дилетанты закрывает профессионалы то есть начиная торговлю не разбирается ни в чем а цена закрытия говорит о том о том положении рынка о котором договорились действительно знающие люди значит это более объективная скажем так более объективная информация но тут также есть и другие формы различные там по ценам открытия файлоу и так далее все это же при желании можно поэкспериментировать сегодня я буду рассказывать именно классики стиль понятное дело тут просто под себя постраивать как вам более нравится эстетику ну и максимум минимум они только сбивают их лучше не не брать итак нажимаем ok и получается вот такая вот такой вот осциллятор этот значит у этого осциллятора существует несколько методик и первое несколько методиков использования и главное это определение силы тренда собственно для чего он был придуман важно заметить то что индикатор сам он не коррелирует с ценой то есть цена может падать он будет расти вверх если интенсивно падает и рынок может расти и он все равно будет тоже показать вверх то есть его задача не коррелировать с ценой а показывать силу тренды чем выше находится adx соответственно тем сильнее тренд просто многие новички они очень быстро этого был создан просто напросто так давайте на конкретном примере а сначала я расскажу значит существуют эти уровни не просто так есть все что выше 40 находится это говорит о том что тренд силен что есть тренд находится но если около совсем 40 то только в начинающей стадии да ну а далее все тренд сильнее и сильнее 40 до 60 есть находится до 100 тренд силен если тренд находится ниже 20 это говорит о том что тренд невероятно слаб и в скором времени что-то должно произойти либо этот тренд у этого тренда появится сила либо все же ему придется развернуться потому что если скажем в данном случае медведи да если они не захотят дальше толкать рынок то быки быстро этим воспользуются и утянут рынок куда им выгодно но есть еще диапазон от 40 до 20 обычно в этом диапазоне находится флэк если но даже бывает вот примерно вот так вот приходится брать вот в этом диапазоне обычная если цена двигается ну точнее не цена от линии адреса то значит флэк на графике ну что тренд не имеет силы а так как индикатор показывает тренды как нисходящий так и восходящие если эти приду оба не имеют силу то соответственно у нас получается когда цена находится выше 40 40 до 60 как правило но бывает даже до 80 доходит в этом диапазоне лучше использовать трендовые стратегии различные трендовые стратегии но я думаю разные существуют трендовые стратегии ну там пресс-экшен например еще какие-то когда цена находится вот в этой области то лучше от 40 до 20 то лучше использовать контр трендовые то есть ну например если мы будем использовать rsi то лучше всего он будет использоваться именно в данном диапазоне ну давайте разберем примеры что я думаю будет понятнее чем просто говорить и посмотрим на исторических данных что было сразу говорю дневные графики чтобы все было отчетливо видно и удобно младше стать многом приходится и так вот у нас период когда когда произошел переломный момент сначала такой такой небольшой и вот в данным данным данной зоне зашли медведи и уже не давали цене уходить за пределы этого ценовой зоны значит и посмотрим что было бы если бы мы тогда то время владели бы знаниями об индикаторе адрес значит большую часть времени тренд то есть вот подкать уже видно было что слаб конечно довольно близко находился уровню 40 что все же давало понять о том что направленность движения есть но все же и довольно близко он подходил к уровню 20 поэтому тут очень сильные коррекции и на которых принципе контрстрендовые стратегии как раз таки хорошо дают заработать и продолжался период довольно долго и все ближе ближе мы смотрим к этому моменту видно да что все ближе индикатор адрес подходит к уровню 20 и уже не поднимается к 40 то есть тренд ослаб и вот окончательно как раз таки в этом промежутке он показал свою слабость которую собственно разглядели и медведи которые готовы были против такого тренда идти сломать трендовую линию давайте мы и начертим было видно хорошо так сразу возьмем ну и вот пробили трендовую линию после того как цена побывала за уровнем 20 причем была она там довольно долго можно даже посмотреть сколько порядка 20 дней но почти месяц была назад трендовые линии но и за линии 20 и вот после этого цена пробила уровень была консолидация да Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приходится сталкиваться с таким... Что же делаешь? Продолжение следует... 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 имеет направленное движение это раз несмотря на то что она все равно пробует подниматься и самое что важно постоянно вот тут множество касаний в этой это значит что медведи начали рулить и не давать быкам прорваться и вот уже с данного периода когда у нас тенденция вниз задано можно входить тренд ну допустим конечно можно любую абсолютно систему брать по ней входить но именно там лучше входить на более младших таймфреймов чтобы стоп-лосс получился меньше и соответственно соотношение стопа при прибыли была хорошая я возьму самую такую грубую форму где самый большой стоп-лосс так сейчас сейчас видно экран хорошо так еще раз и так вот коробка на тренды вот нисходящий тренд мы увидели цена зашла за уровень 40 значит нисходящий тренд приобрел силу но он только начал набирать мы не можем чего-то об этом чем говорить потому что только начал и я говорю что возьму самый грубый способ то есть можно входить в тренд можно входить вот в этой области где цена зашла за уровень 40 ходить по любой абсолютно системе но главное в тренд лучше входить по более младшему таймфрейм и чтобы стоп-лосс получился небольшой соотношение стопа прибыли было большое я возьму вот эту консолидацию для того чтобы можно было увидеть что даже грубая система будет приносить с большими стопами будет приносить прибыль так консолидация мы видим концы ну допустим вот я увидел да цена пробила уровень 40 я все еще жду ожидаю какое-то действие рынка и вот скажем здесь еще на этом моменте вижу что сформировалась коробочка такая я решил войти на пробой увидел года на границе не хорошо видно даже если вот мы видим только вот эту часть графика то выставляю здесь здесь бы выставил отложенную сделку на продажу ну и соответственно стоп-лосс поставил бы за коробку этот пример пример торговой ну что вот она граница померяем сейчас получается у нас 170 ну можно чуть поменьше сделать бы допустим даже 170 пусть будет так и так цена дальше идет пробивает эту коробочку прям значит ну и конечно после выпада за этого этот уровень обычно идет какая-то консолидация то есть отстой какой-то который дает возможность заманить маркетмейкерам еще людей в рынок вот он собственно и наблюдается а еще должен сказать что индикатор довольно сильно запаздывает и вот вот этот вот хай мы видим вот это после этого снижение цены да а вот эта консолидация которую здесь прошла она видна только только вот здесь она уже вот сколько идет это консолидация а адрес еще показывает вот показывает все еще что сильное очень движение то время как она на самом деле уже не такой сильный но что идет небольшой флэп и и только вот в данном отрезке отражается вот это вот консолидация и и иначе он не может точно определять все бренды и так продолжим мы вошли и цена цена идет вниз индикатор тоже начал делать нисходящее движение и и уже подходит к уровню 40 ну после этого все равно тренд усиливается мы можем еще держать еще 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 и вот пересечении пересекает уровень 40 все дальше уже рисково держать можно но это уже другой уровень да то есть это уже уровень рисковой торговли то есть скажем можно бы перевести эту сделку в безубыток и уже дальше там тралить или еще что-нибудь делать в общем основной профит рекомендуется брать на уровне 40 и посчитаем сколько у нас вот тут у нас было высечение и посчитаем даже вот повыше возьмем 645 пунктов прибыли 645 это хороший профит вот и соотношение у нас получается 1 к 3 даже почти 1 к 4 учитывая то что стоп был просто громадный на самом деле я не знаю трейдеров которые используют стоп 170 пунктов обычно трейдер стараются ограничиваться пункт стопом 50 пунктов максимум и то это те кто на дне как торгуют то есть если если бы входили внутри дня и взяли какой-нибудь стоп лосс 20 то соотношение получилось просто бы громадным другое дело то что надо было выждать бы все это дело усидчивости дело психологии что остаться держать столько сделку верить в то что индикатор во первых работают и то что все будет в вашу пользу это нужно конечно мочь но соотношением получилось просто огромное то есть там я в тестере когда проверял данный индикатор получалось что там даже соотношение 1 30 то есть я мог бы совершить 30 убыточных сделок и при этом остался было на нуле а не в минусе но соответственно если ваша торговая система дает хотя бы 50 процентов прибыльных сделок то это было бы просто играли ну ладно пойдем дальше посмотрим еще на примере восходящего движения чтобы вопросов окончательно не осталось так удаляем а нам собственно можно просто перейти на график доллар и иены итак посмотрим 0 0 маленько во первых прошу обратить внимание вот дальше не пускает жалко ладно другому вот индикатор подошел к уровню 20 ну а тут он уже начал выходить а еще вот период когда индикатор находится около уровня 20 и как я и говорил в этот период происходит флэт очень хороший такой продолжительный флэт если померить по свечам получается 130 дней почти длился этот флэт понятно дело что это очень длинный период на котором можно было бы хорошо заработать контртрендовыми стратегии нам этом чуть попозже итак тут как надо все работает флэт прошел и продолжается восходящее движение но мы пока этого еще не видим потому что индикатор только в данном месте преодолел уровень 40 только в данном месте вот мы этот сейчас отметим галочкой чтобы было видно вот в этом месте он преодолел даже вот здесь вот так вот примерно итак индикатор преодолел уровень 40 на уровне 102 80 и в этом месте видно что ее уже пробило и плюс продолжают обновляться значит все же началось восходящее движение продолжение тренда и но тут мы допустим опять таки еще не уверены и используем 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 пробойную систему пробой что такое пробой этого маленького флэта консолидации очень плотненько тут мы оставляем выставляем наш пробойный ордер поставим такую чуть повыше чтобы спрэд чтобы нас при этом не зацепило ну и соответственно стоп лосс здесь за этой маленькой консолидации меряем получилось стоп пунктов стоп лосс равен стоп пунктов дальше смотрим тренд усиливается 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 и достигает своего максимума уже на этом периоде и начинает свое нисходящее движение и уже на этой только на этой вершине мы уже имеем ну 500 пунктов по сути то есть отношение стоп к профиту 1 5 очень хорошее соотношение вот но дальше цена падает падает и индикатор пересекает уровень 40 и мы смотрим так вот так вот тут 1 к 3 было бы соотношение если бы мы стали ждать стали ждать дальше и не закрыли будут на этой вершине но опять таки и дальше цена вновь возвращается к уровню 20 ну не касаясь его а раз она не касается значит все же сила у тренда какая-то остается ну особо терпеливые могли бы дождаться ну а те кто не дождался они подождали бы пока цена опять выйдет до уровень 40 и опять тренд имеет силу значит тренд будет продолжаться так вот таким образом определяется сила тренда теперь так сейчас посмотрю все в порядке хорошо так теперь посмотрим как мы можем использовать когда цена находится от 20 до 40 вот в этой зоне когда происходит вот такое флетовое движение можно использовать любой индикатор я возьму мой любимый классический rsi допустим будет 7 ну тут 70 обычно 80 стоит ну пусть будет так и вот период сейчас поближе сделаем в котором наш ADX зашел за начал заходить периодически за уровень 20 и никому гена не была интересна ни быкам ни медведям только спекулянты туда-сюда гоняли цены и мы смотрим что как раз таки в этом промежутке мы начинаем использовать rsi на ниже 30 мы покупаем и вот смотрим тут мы купили ну даже после закрытия этой свечи мы купили и то мы бы смогли взять пунктов ну вот тут 100 130 пунктов мы бы взяли сделку тут закрываем на покупку открываем продажу продажу открыли ну допустим здесь вот здесь вышла почти наполовину следующего уровня переводим безубыток периодически чтобы не потерять ничего ну может быть тренинг шток еще используем и опять получили профит дальше опять тут продажу закрыли потому что вот сайт достигла уровня 30 продажу закрываем открываем покупку и опять мы получаем профит свой при достижении 70 уровня тут опять продаем опять покупаем вот тут нас либо мы руками здесь закрыли либо по безубытку бы вышли тут снова можно было по безубытку или руками даже если стоп бы тут где-то вот в этой области поймали бы стоп то все равно большинство было бы прибыльных сделок и в итоге в этом движении мы бы смогли хорошо заработать в то время когда позиционные трейдеры выжидают трендовых движений можно было хорошо поднять свой депозит дальше ну дальше начался тренд когда начинается тренд все RSI мы уже так не используем смотрите он постоянно находился за уровнем 70 и от него толку 0 цена вниз не шла потому что что потому что тренд был сильный нам ADX сказал тренд сильный иначе RSI нельзя стахастик нельзя никакие стратегии которые против тренда лучше не используют лучше торговать по тренду вот и все сигналы которые по тренду даже от RSI и любых других стратегий брать можно и поэтому дальше когда цена спустилась спустилась у нас ниже 40 ну вот в данном случае спускается ниже 40 мы можем взять уже этот сигнал соответственно уже купить могли бы и при дальнейшей покупке ну допустим даже вот тут мы покупаем даже если нас вот эта свеча выбила опять цена зашла мы могли бы купить снова и уже купили вот в этой области на по более выгодной цене и могли держать аж до этого периода и если бы держали дальше то можно было очень хорошо бы даже если бы держали только до этого взяли бы вполне неплохо вот но против соответственно это это установившись тенденции ни в коем случае нельзя торговать потому что потери которые мы унесли не только RSI многим другим системам были бы колоссальными так но это таким образом можно измерять силу тренда и учитывая фазы рынка применять различные стратегии когда флэтовое движение контртрендовые стратегии когда трендовые движения применять стратегии движения за трендом но есть еще у этого индикатора интересная функция тоже рассмотрим для того чтобы рассмотреть нужно установить уровень эти уровни мы удаляемся и добавляем всего один уровень 14 что этот уровень нам дает до цена подходит к этому уровню чаще всего происходит импульс чаще всего то есть каким образом вообще мы можем определять когда и вообще зачем нам это нужно то есть часто трейдеры многие особенно начинающие трейдеры открывает сделку по своей торговой системе по своему плану и цена долгое время никуда особо не двигает туда-сюда ходит и это заставляет трейдеры нервничать цена уходит небольшой убыток потом возвращается и каждый раз когда она уходит в убыток трейдеру страшно что сработает стоп лосс и после примерно часа таких движений если цена там небольшой там плюс 10 пунктов выходит трейдеры стремятся с как можно скорее закрыть сделку а потом вдруг цена начинает движение в нужную сторону трейдер видит что его бы сделка сработала и еще два тейк профита его можно было бы взять но увы он уже закрыл при минимальном профите конечно это дело психологии и опыта но все равно гораздо меньше нервов трейдер тратит когда он открывает сделку и происходит импульс резкий либо вверх либо вниз неважно но когда происходит импульс то есть сразу можно определить прав ты был или не прав когда ты открывал сделку если ты был прав то ты получаешь ты зато тебе не нужно нервничать и ждать каким образом можно определить какой когда будет импульс существует два способа первый способ посмотреть новости если новости календарь новостной экономический календарь он есть почти на каждом сайте а форекс и если на этом календаре есть новости о том что будет скоро какая-то статистика выходить обычно такую статистику помечают тремя галочками или там тремя точками красными там возможно и так далее то есть разным образом но в общем стараются выделить важность этой новости то значит перед за некоторое время перед этой новостью неплохо бы поискать сигнал по своей торговой системе главное чтобы все было по правилам и войти в сделку тогда вам не придется долго ждать и после выхода новости сразу же будете понимать правильно или открыли сделку если правильно то может быть системы что-то не так может быть там какие-то другие правила для нее придумать или вообще поменять систему но бывает что глубокая ночь никаких новостей данные валютной паре нету но вдруг цена резко начинает расти ну или падать просто вот ни с того ни сего и очень жалко когда такие движения упускаются но не только ночью такие такой днем бывает и вообще часто довольно и вот как раз для таких случаев существуют адрикс с уровнем 14 когда цена подходит к этому уровню нужно ожидать импульса конечно также как и с новостями срабатывает это не на сто процентов то есть не каждый раз но довольно часто это происходит и давайте посмотрим вот в данном случае например импульса конечно не последовало после от консолидации было до цена подошла адрикс подошел к 14 но импульса как такового мы не видим но мы видим что цена начала спускаться без каких-то хвостов и там без таких вот в выбивании она просто начала давить вниз и честь стабильными шагами конечно конечно это не так хорошо как импульс но тем не менее все равно приятно если уже непонятно куда цена идет идем дальше вот цена подошла к уровню 14 до подошла его коснулась и в итоге в итоге все таки что мы увидели импульс мы увидели вот две большие свечи хорошие на которых можно было неплохо заработать ставим дальше вот цена тоже подходила уровня мы перед этим ищем сделку и вот пожалуйста пульс 2 коррекция небольшая и опять дальше импульсы хороший подъем итоге получилось очень хорошо можно было бы заработать ну вот еще рассмотрим пример цена туда-сюда и бегает но все равно спускается постепенно и нет уверенности в движении но когда цена подошла уже довольно близко к уровню мы нашли какую-то сделку например да и сразу пошел резкий импульс у наших свеча аж 190 пунктов и дальше тоже достаточно хорошее движение вверх пошло и опять-таки мы смогли бы с высокой вероятностью поймать этот импульсное движение и уже оценить свою торговую систему так ну собственно основное рассказал теперь можно проанализировать валютные пары в каком состоянии находится на них тренд сейчас удаляем я оценю доллар иена евро доллар которые мы рассматривали а потом если а вы пока напишите в чат если есть какие-то пары силу тренда на которых вы хотели бы оценить ну вот кроме доллар иена евро доллара и так на доллар иене мы прекрасно видим что если мы отдали график тренд конечно же восходящий долгосрочным периодом но нас интересует более ближе к нам нашему времени значит после достижения апогеи своей силы тренд снизился до уровня 20 но при этом за 20 он не зашел то есть он не был в зоне риска когда его могут изменить и что это тоже не лучший период но все же то что до 20 это еще флэд вот это не слабость но это флэд часто используют маркетмейкеры для загона трейдеров в рынок чтобы они открывали позиции а маркетмейкеры их выбивали и за счет этих позиций рынок вы мог двигаться то есть это лишь тактический ход цена на данный момент находится за уровнем 40 и значит тренд имеет силу и пока что по доллар иене можно осматривать только покупки дальше будет видно никаких продаж и тут видно особенно как раз а это тут работаешь если мы продавали от 70 мы бы очень плохо себя чувствовали так и и евро доллар рассмотрим самую популярную пару на ней довольно долго находится нисходящий тренд это очень хорошо видно даже не вооруженным взглядом но на данный момент мы видим что цена преодолела уровень 40 и даже зашла однажды за уровень 20 не сильно но зашла и мы видим что до этого такой прецедент тоже был это говорит о том что нисходящее движение ослабевает и на данном этапе движение находится тренд находится в слабой своей фазе несмотря на то что он еще присутствует все же тренд является нисходящим но он очень слабый и если ближайшее время он не усилится то скорее всего мы увидим консолидацию консолидацию после которой возможно возможно довольно сильная коррекция тренда вот но или же очень импульсное продолжение более вероятно конечно коррекция потому что тренд нисходящий на именно слабый согласно индикатору adx более вероятно на мой взгляд сейчас это конечно консолидации потому что находится около 20 и очень неплохо если бы тут произошла ситуация похожая как на доллар и ей которые мы разбирали сегодня где очень хорошо работал в сайт ну и другие системы думаю тоже бы хорошо работали так ауди доллар хорошо разберем сейчас экран нормальный немаленький хорошо так ауди доллар хорошо да там тоже хороший тренд так посмотрим пробил диапазон не направляется вниз так давайте посмотрим вот мы видим по мере снижения цены по мере снижения цены сила тренда увеличивается увеличиваются 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 и опять-таки достигая максимума 60 заходя тело тренда ослабевает причем стремим вообще грамм треугольник прям таки получается все очень очень просто без всяких дерганей и данном моменте цена находилась на плете и собственно зашла за уровень 20 время когда в это время нам было никому не интересно и быка медведь мы тут видим что доджи 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 кто знает секшен обозначает баланс сил что не покупатели не продавцы не побеждают это подтверждают теорию dx и как раз но все же чаще всего происходит после консолидации это продолжение тренда и на данный момент мы видим что свеча пробила и закрепилась за укрепилась за диапазона и при этом а dx начал расти то есть говорить нам о том что нисходящий тренд набирает силу раз он набирает силу конечно сейчас он все же еще слаб довольно и нельзя определенно говорить насколько долго он будет еще продолжаться но точно можно сказать что покупки сейчас открывать очень неразумно по этой паре гораздо разумнее играть продажи евро фунт фунт доллар хорошо так смотрим на фунт доллар опять таки коснувшись максимума цена 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 dx стремительно направился к уровню 20 и в данный момент как раз находится около уровня 20 он его не пересек это довольно важный сигнал что он не был в зоне риска когда его им легко было помыкать скажем так это конечно хороший фактор что он не зашел но все же он был близок то есть и все же находится неподалеку от уровня 20 несмотря на то что объем начался все же это все еще может превратиться продолжительный флэд цена может заплатить и довольно долго будут интересны на данной валютной паре контртрендовые различные системы по стахасти к версии но пока лет не начался пока что цена сохраняет силу нисходящего тренда и мы можем увидеть что минимум обновлен вот это довольно важное значение если цена и сегодняшний день закроется ниже этого минимума то значит можно рассчитывать на продолжение нисходящей тенденции так дальше евро фунт так ну евро фунта хорошая хороший период такой довольно он такая не дерганая пара спокойно и хорошая уверенная в себе вот после он даже 60 не достал но около прям было 56 после этого максимума цена не знаю индикатор направился 20 уровня 20 и после этого уже сколько уже 20 20 они 60 вот так вот 70 70 свечей находится таком в этого состоянии то есть не поднимается выше за рака хотя попытки есть то есть когда близко к 40 все же вот это вот эти зигзаги зигзаги говорят нам о том что попытки какой-то тренд определиться в этой пары есть но видите что не обновляются минимумы абсолютно и значит все таки это флэтовое движение но примерно границы этого флэта вот так можно обозначить думаю вот таким вот образом я был изначен но сейчас посмотрим индикатор 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 один изложенных индикатор зап渡land индикатор в этот раз индикатор холос интересный индикатор индикатор ммм рассмотреть, пишите. Золото. Хорошо, давайте золото посмотрим. Не, работает не только на дневном, он работает абсолютно на любом таймфрейме, но я его использую на старше, то есть этаж 1 и выше. Мне так больше нравится, но на самом деле и ниже тоже спокойно работает. Было время я скальпер, скальперскую стратегию с помощью него использовал. Сама по себе она была очень, очень низкоприбыльная, отвратительная, но применив этот индикатор, получилось очень замечательно. Так, золото. Золото нисходящее движение имеет. Это видно. Тренд все же направлен вниз, тенденция. Но довольно продолжительный период времени, цена находилась между 40 и 20. Это хороший период. но сейчас, в данный момент, цена, индикатор ADX пересек уровень 40. Значит, цена продолжит с высокой вероятностью движение вниз. По крайней мере, это говорит нам о том, что сила движения вниз сохраняется. И сейчас стоит рассматривать только позиции на продажу и ни в коем случае на покупку. Так, ну, поднявки я сказал. Ну, хорошо, вопросов нет больше. Будем заканчивать. Так, всем спасибо за внимание. Жду вас на следующих выпусках. До новых встреч.